Хрупный пожар на нефтяном предприятии в Кировском районе по улице Щегровская, 13, загорелись цистерны с горючей жидкостью. На место ЧП выехала наша съемочная группа. Хроника событий в репортаже Елены Яговцевой. Охренеть! Еб***ь подорвала! Надо залить, короче, все. Это видео снято на камеру мобильного телефона. Очевидцы происшествия, услышав на территории нефтебазы хлопки и, увидев взметнувшийся к небу столб дыма, в ужасе разбегаются в стороны, но продолжают снимать. Происходящее напоминает кадры из фильма «Катастрофы». Были хлопки, потом появилось пламя. Пламя было выше деревьев метров на 50. Вот потом приехали пожарные, все перекрыли. Сообщение о возгорании на территории производственно-коммерческой фирмы «Нефтехимик» поступило на пульт дежурного МЧС в 11 часов утра. Воспламенились емкости с соляркой. На место прибыло более 80 человек личного состава и 28 единиц техники. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений площадь пожара составляла более 400 метров квадратных. Было обнаружено, что происходит горение как в 200-литровых бочках и угроза распространения пожара, в том числе и взрыва, так и бочек, которые в железнодорожные цистерны с легковоспламеняющими жидкостями. В итоге большой емкости от 10 тонн и более 14 емкостей и более 400 бочек по 200 литров. Пожару присвоен четвертый уровень сложности. Сотрудники МЧС спешно переодеваются в так называемые теплоотражательные костюмы. Благодаря им можно находиться в открытом огне до 20 минут. На месте работает городская служба спасения и Росгвардия. Находиться поблизости от очага возгорания невозможно. Очень режет глаза, а на тело попадают раскаленные частицы нефтепродуктов. Пожарные борются с огнем уже три часа. Сейчас они готовятся к так называемой пенной атаке. Это значит нужно создать резерв тройной запасы пены и в течение 10 минут подавать пену, охлаждая другие цистерны. В любой момент может что-то случиться, но все под контролем, держится. Горение нефтепродуктов – одно из самых сложных для пожаротушения, говорят специалисты. Процесс может продолжаться долго. На помощь сотрудникам МЧС со станции Пермь-Сортировочная прибыл пожарный поезд. Огонь заметно пошел на убыль. Соруженные прислали помощь нашим пожарным командам, чтобы устранить, помочь. Так как водой и совместно с пеной мы локализуем пожар в полном объеме. На данный момент угрозы распространения нет, происходит контролируемое выжигание продукта. Экология как-то может это навредить? Работает лаборатория, замеры проведены, угрозы жизни и здоровья граждан нет. Хозяева объекта оценивают материальный ущерб. Причины возгорания называть пока рано, но, по словам огнеборцев, на предприятии, скорее всего, нарушали правила пожарной безопасности. На месте работают дознаватели. Елена Иговцева, Валерий Шикунов, Телевизионная служба Настей.